Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «7 минут». Сегодня у нас в гостях молодые спортсменки Ольга Тарана и Юлия Грицай. Девочки, чемпионки множества турниров международных по художественной гимнастике. Все ваши регалии и перечислять сложно. Девчонки, вот недавно вы вернулись с Мальты. Вы забрали практически все призовые места. Я смотрю, у меня вот на столе лежат медали, стоят кубки. Расскажите, ну как съездили? Хорошо. Было сложно. Было 12 стран. Там Франция, Латвия. Сложно было турниры, но мы выдержали. Нас все получилось, что мы хотели. Были небольшие, конечно, проблемы в плане зала, потому что таких ковров, профессиональных, как в других странах, у нас нет. Потолки были, конечно, высокие, но мы справились в общем. То есть вот такие условия тоже очень важны для вас, да? Да, конечно. У нас не самые лучшие условия в Рязани, но и без них мы хорошо справляемся. Вот такие молоденькие совсем. Со скольких лет начали спортом-то заниматься? Шести. Я тоже шести. У родителей отвели? Да, у меня мама занималась гимнастикой, папа у меня масса спорта по греко-римской борьбе, а мама масса спорта по художественной гимнастике. Вот я продолжаю ее спортивную карьеру. Тебя родители отвели? Да. Скажи, тебе нравится заниматься? Тебе сразу понравилось? Или же ты выбирала еще между какими-то другими видами спорта? Нет, мне сразу понравилось. Влюбилась. Что тебе особенно нравится? Не, ну, сначала мне там понравилось. Мы не сразу так начали сложные движения делать. Мы там играли, ну, бегали, прыгали. Вот мне понравилось сразу. То есть активный вид спорта такой как раз для маленькой активной девочки. Прямо красота. Вот скоро тебе 10 лет стукнет. У тебя вот какие планы? Как ты думаешь? Будешь дальше заниматься спортом? Да. То есть планируешь свою жизнь посвятить? Хочу. Профессиональному спорту, да? Вот именно по художественной гимнастике? Да. У тебя такие же планы? Да, у меня планы достаточно серьезные на будущее. Сейчас готовимся к турниру в Венгрии. Вот. Конечно, сейчас уже достаточно такой возраст. Уже скоро, можно сказать, заканчивать свою спортивную карьеру. Но все-таки мне очень нравится заниматься. И я надеюсь, что буду дольше еще прыгать. А до скольких лет примерно художественной гимнастикой нужно заниматься? Ну, я занимаюсь вот уже 11 лет. В основном уже в это время заканчивают. Если у кого перспективы нету, то уже, может быть, 16 лет уже не тренируются. И куда дальше вот так? Ну, Поступаешь в спортивный колледж и идешь тренером работать? Ну, кто-то не обязательно. Кто-то по другой профессии. Кто-то хорошо учится, может быть, поступает в достаточно хорошие университеты, институты. Но я в будущем хочу быть тренером. Учусь я достаточно неплохо, и поэтому я поступаю на тренера. Будешь тренером потом? Да. Обязательно? Да. То есть маленьких учить? Девчонки, ну вот раз уж подняли тему тренерства, расскажите о своих тренерах. Как вы с ними работаете? Как ваши отношения с ними выстраиваются? Насколько для вас они важны и дороги? Наши тренеры очень хорошо нас тренируют. Иногда ругаются, иногда хвалят. Да, мы тренируемся под руководством бригады Анна Никитенко, читая Людмила Валерьевна, хореограф и постановщики Грица Елена и Надежды Лесных. Вот летом каждый год мы проводим оздоровительный и спортивный сбор на базе Лучезарного. Там мы составляем композиции для того, чтобы выступать на соревнованиях. Так вот в этом году я себе две композиции мы с тренерами составляли. Получилось достаточно удачно, всем нравится, все тренера хвалят. Ну в общем тренер у вас строгий, но справедливый, насколько я поняла, да? Да. То есть вы и дальше планируете с ними строить свою работу в дальнейшем? Вас устраивает все? Конечно. Ну вот давайте вернемся к недавнему чемпионату, который проходил на Мальте. Вы буквально чуть-чуть, меньше месяца назад вернулись. Вот я смотрю, вот медалей действительно очень много. Как так получилось, что у вас прям всех, скажем, порвать прямо? Мы трудились, старались, конечно. Верили в себя. Ну как так получилось? Что значит так получилось? Так просто ничего не получается. Ну-ка рассказывайте. Ну, например, у меня развернулась борьба между школами Москвы. В основном, потому что Россия является одной из самых сильных школ на мировой арене по художественной гимнастике. Ну, в общем, выступили хорошо. Было, конечно, трудно. Борьба была очень серьезной, но вот, победили. Борьба была очень серьезной, но вот, победили. Настрой какой-то тренера, наверное, давали мощный, да? Да. Всегда тренер дает наставление перед выступлением. Это положено так, чтобы спортсмен настроился. Ну, как в итоге? Вот страшно было? Просто эмоциями своими поделитесь. До какой степени? Ну, я уже достаточно опытная гимнастка. Выступаю все-таки на хороших уровнях соревнований, такие как чемпионат России, чемпионат Центрального федерального округа. И у меня уже такого волнения нету, как было раньше. Вот, наверное, у Ольги и был еще такой небольшой стресс, потому что она еще не опытная гимнастка, маленькая, но достаточно перспективная. Сколько всего медалей привезли и кубков? Ой, ну, я привезла один кубок и медаль. Также из Венгрии у нас было. Там было немного другое оценивание. Там тоже подарили кубок и за каждый вид программы нам тоже дарили медали. Угу. Какие места взяла? Скажи. Первые. Первые. А у вас там возрастная категория все разбитая? Да, у нас возрастная категория. Но вот у них, у маленьких, которые выступают до кандидатов в мастера спорта, у них по годам рождения. То есть там первый разряд, второй разряд. А уже более взрослые гимнастки, такие как кандидаты в мастера спорта, мастера спорта, они уже выступают по своим категориям. То есть там не важен возраст. Вот тебе уже 17 лет, да? Ты сейчас, я так понимаю, больше в спорт направляла свои силы, нежели там в учебу по математике там, да? Ну, я стараюсь все равно распределять время, стараюсь хорошо учиться, стренироваться. Но, можно сказать, спорт я люблю, это моя жизнь, и поэтому больше перспективы какое-то определенное время я направляла именно на спорт. Вот. Учебу я поддерживала, меня помогали, я сама трудилась. Вот, спасибо тоже моим родителям, тренерам, учителям. Так, ну и, девочки, наверное, вопрос более риторический, и у каждого человека на него свой ответ. Вот, по вашему мнению, в чем секрет успеха стоящего профессионального спортсмена? Мне кажется, ну, надо поверить в себя, трудиться, и все, добьешься. Замечательно. Ну, а у меня, я считаю, тоже обязательно должна быть вера в себя. Это нелегкий труд, нужно преодолевать и боль, и препятствия, и моральные какие-то устои, потому что это не все так сложно, не все так просто. Вот, также должен быть какой-то, может быть, талант. Причем талант не как физический, так и моральный. Как-то так. То есть, вот, потенциал развивать его в себе и стремиться. Да, он должен быть стержень, чтобы выдержать все. Ну, возможно, ваши ответы сейчас кому-то стали советами настоящими, я очень надеюсь. Потому что девочки уже умудренны опытом. Я пожелаю вам удачи. Спасибо. Всего вам хорошего. Будьте здоровы, занимайтесь спортом. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам в гости, девочки. Еще раз успехов вам. А это была программа «Семь минуты». Мы с вами скоро увидимся. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok